Оркестр – это единый живой организм, в котором важна слаженная работа нескольких десятков человек. Потому, помимо самостоятельной работы музыкантов над материалами, также важны совместные репетиции. В условиях пандемии такая возможность полностью исключается, но симфонический оркестр Восточно-Казахстанской области не прекращает оттачивать исполнение актуальных произведений и работать над новым репертуаром. Давайте узнаем, как это происходит в условиях карантина. Конечно, в целом специфика работы оркестра изменилась кардинально в связи с удаленкой. И нам пришлось, конечно, подстраиваться под эту ситуацию. Но, тем не менее, я могу сказать, что каждый из музыкантов получил задание и изучает новые произведения, те, которые мы еще не играли. И сейчас ведется такая достаточно скрупулезная работа. Я считаю, что это тоже для музыканта очень важно. Сейчас мы обратились больше к индивидуальной подготовке. То есть подготовке, которая, по сути дела, я могу сказать, что она была у нас, но не в таком объеме и не в таком количестве, что ли. Сейчас есть возможность немножко становиться, посмотреть, каждому опять заново со своим инструментом посидеть и начать работу немножко по-другому. А так, собственно, также коллектив существует, все занимаются, у всех есть свое задание. И каждый... Единственное, что только мы потеряли, то вот эти вот оркестровые репетиции, когда мы можем вместе все собираться. Ну, может быть, это и к лучшему, потому что каждый из музыкантов сейчас изучает свои партии музыкальные. И это тоже будет неоценимый вклад в дальнейшую работу нашу. Мы научились записывать оркестр. Это тоже очень важная работа. Потому что до этого мы никогда этого не делали. Только записи были с концертов, причем это было так, больше любительской записи. А теперь нам удалось записать несколько произведений, которые мы уже, как студийные музыканты, делали это очень кропотливо. Но я считаю, что это тоже очень важный опыт. На сегодняшний день, в разгар пандемии, мы не можем посетить живые концерты симфонического оркестра. Но благодаря непрекращающейся работе музыкантов и их руководителя Александра Валерьевича Голсанова, а также поддержке Управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области, мы можем насладиться репертуаром оркестра в онлайн формате. А сделать это вы можете, подписавшись на официальный канал Управления культуры, архивов и документации на YouTube.